За что вас задержали? Сдержали подозрения за мошенничество. По материалам уголовного дела, с начала прошлого года в полицию начали обращаться клиенты фирмы по установке пластиковых окон с жалобами на то, что не выполняются условия их договора. По словам пострадавших, директор организации брал с клиентов деньги, но новые окна ставить не спешил. Мне обещали в течение двух-трех недель окна установить. Ждала. Тут через два месяца мы поехали в компанию. В итоге оказалось, что там дверь закрыта, висит объявление, что молодой человек там какой-то попросил всех собраться. После этого я обратилась в полицию, написала в прокуратуру заявление. Уже позже во время расследования выяснилось, что пострадавшими по делу признаны более ста человек, а общая сумма причиненного ущерба составляет более двух миллионов рублей. Следствием было установлено, что несмотря на имеющиеся финансовые трудности, директор компании продолжал привлекать новых заказчиков. Деньги клиентам, а суммы предоплаты варьировались от 15 до 25 тысяч рублей, не вернули. Кроме того, обвиняемый активно рекламировал услуги компании, причем делал акцент на скидках, оформлении товаров в кредит до двух лет или беспроцентной рассрочкой платежа пенсионерам и инвалидам. Именно они в большинстве случаев и оказались в числе потерпевших. В некоторых случаях казанцы и вовсе оплачивали полную стоимость заказа. При этом многие из них специально для установки пластиковых окон брали кредиты в банках. Сейчас директор фирмы обвиняется в совершении мошенничества в крупном размере. Дальнейшие слушания по уголовному делу назначены на середину февраля. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».